Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дима Иммиграция и Путешествия и сегодня мы с вами поговорим о плюсах Словакии. Предыдущее видео было достаточно в таком негативном ключе и чтобы вы не думали, что здесь ужасно все плохо, я вам расскажу о реальных плюсах Словакии. И, друзья, я немножко расстраиваюсь, потому что мои видео набирают мало просмотров в последнее время. Я не знаю, продолжать ли мне снимать контент про Словакию или заняться, может быть, чем-то другим и просто плюнуть и забросить канал. Поэтому, если вам нравятся такие видео, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, чтобы я видел, что вам интересно. А если вам не нравятся эти видео, то напишите, пожалуйста, комментарий, почему они вам не нравятся, может быть, мне просто стоит завязать уже наконец-то с этим всем дерьмом и заняться чем-нибудь другим. В общем, я буду признателен вашей обратной связи, а мы с вами не будем затягивать и погнали! Первым и главным плюсом Словакии, конечно же, я считаю, расположение. Это центральная Европа, и, соответственно, отсюда суперлегко путешествовать вообще на любой край света. Мы находимся в центре земного шара. Если вы не согласны, что земля это шар, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Соответственно, путешествовать хоть куда очень и очень удобно. Например, от моего дома на машине за час можно добраться до Вены, за два часа до Будапешта, за три часа до Праги, за шесть часов, с копейками, до Варшавы или до Берлина. Выбирайте, где вы хотите провести свои выходные. Невероятно классно, что буквально за несколько часов ты можешь оказаться в одних из самых потрясающих мест на планете. Ну, кто будет спорить, что Прага прекрасна? Или кто будет спорить, что Будапешт просто прекрасен? Холодным зимним вечером со своим прекраснейшим гуляшом? Или кто будет спорить, что в Австрии потрясающие горы? Кстати, о горах. Буквально в часе, в двух езды от моего дома находятся просто одни из лучших горнолыжных курортов всего мира. Вы знаете, что такое Австрия, вы знаете, как ценятся склоны Австрии среди лыжников и сноубордистов. Так вот, они буквально у меня вот рукой подать. От дома садишься в машину, заезжаешь на заправку, берешь хот-дог, и пока ты его ешь, ты оказываешься на одном из лучших горнолыжных курортов мира. Если мы поедем в другую сторону, прямо у нас, в Словакии, если вдруг везде по миру очень страшные ковидные ограничения, и вы не можете выехать за границу, вы можете сесть на машину и за три часа доехать до потрясающих гор в Словакии. Они тут вот буквально рядом. У меня есть, кстати, видео. Вы можете его посмотреть, как мы ездили кататься в один из лучших курортов Ясно. Там чуть пониже, чем в Австрии, примерно на тысячу метров. Но, камон, две тысячи метров горы, по-моему, это отличное место для катки. Но, конечно, вы скажете, Центральная Европа, никакого моря нет, друзья. Абсолютно рядом с нашей страной находится страна, называется она Словения, и в этой Словении есть выход к Адриатическому морю. Ехать до моря на машине 5 часов через просто невероятно красивые горные серпантины. То есть, неважно, как вы хотите провести свой уикенд, в горах, на море, или просто потусоваться в Берлине, вы можете это сделать, буквально доехав за несколько часов на машине. И это очень-очень-очень удобно. Следующий плюс – это природа. Я знаю, я говорил об этом в Латвии, и я скажу об этом сейчас. Потому что здесь нереально дофига природы. Просто выйдя из дома, вот буквально сегодня мы выходили из дома, на 5 минут мы встретили лебедей, чаек, и целую кучу всяких разных других птиц. Они просто вот у нас в соседнем дворе живут. Я до этого никогда не видел лебедей, просто вот настолько близко, насколько я их сейчас каждый день наблюдаю, и они стали мне вообще неинтересны. Здесь куча оленей, они пасутся просто в полях, и с ними можно подружиться, если вы забредете на поле вдруг. На курортах частенько встречают волков, то есть природы здесь реально дофига. Здесь очень зеленый город. Даже в моем дворе, как бы банально это ни звучало, просто куча деревьев. По сравнению, допустим, с тем, где я жил в Перми, где у нас единственное дерево там запилили со всех сил, здесь просто десятки деревьев. Вот я показываю туда, потому что у меня там окошко. Здесь десятки деревьев, и в каждом дворе этих деревьев просто невероятное количество. Также у меня за домом офигенная, очень компактная, небольшая дно река. Также у меня на районе есть просто невероятно огромное озеро, в котором люди круглогодично купаются. В 15 минутах на велосипеде есть еще одно озеро, и это не только в моем районе. В каждом районе здесь есть огромный парк обязательно, и также есть огромное озеро. И я считаю это невероятно, когда в городе ты можешь соприкоснуться с природой. Тебе не нужно ходить вечно вокруг вот пыльных высоток. Ты можешь прийти к озеру, лечь на шезлонг и спокойно отдыхать. Причем ты будешь практически там в 10 минутах на трамвае от центра, прямо вот от старого города. Еще один для меня большой плюс, так как я любитель езды на велосипеде, я любитель побегать, здесь очень много спортивной инфраструктуры. Тут я бы сравнил, наверное, с Латвией, потому что в Латвии реально в центре города найти турник это просто что-то невообразимое. Да, там есть огромный комплекс, на котором все занимаются, но если ты, допустим, не хочешь идти далеко на этот комплекс, где-то у себя рядом, там во дворе, найти турник просто нереально, потому что их тупо нет. Мы находили, по-моему, один или два в центре, но и то там ворота, и иногда к ним доступ закрыт. Здесь спортивные новые площадки, почти что в каждом дворе. Причем это хорошие, современные спортивные площадки с кучей тренажеров, со всякими турниками, то есть занимайся не хочу. Но не это самое главное. Самое главное, если вы не смотрели мое видео, как мы ездили на велике в Австрию, вот вы его обязательно посмотрите, подсказки где-то здесь появятся. Здесь велодорожка, и она идет от Будапешта и до Вены. Ты можешь буквально выйти из дома, сесть на велик и доехать в другую страну. Хочешь в Австрию на велике? Мы так делали, это работает, дорожка реально есть прямо до Вены. В плане доступа к спорту, здесь вообще, вот если вы спортом занимаетесь, вы влюбитесь в это место. Ну и, конечно, не стоит забывать про то, что здесь есть Братиславский лес, и там огромная сеть пешеходных маршрутов. Вы можете как прогуляться часок, также там есть 100-километровые маршруты, вы можете там на несколько недель зависнуть с палатками, и это все есть на картах, это все отмечено, там все тропы отмечены, то есть вот эта инфраструктура для занятий чем-то здоровым и полезным, она вообще на высшем, по моему мнению, уровне. Вот я говорил, что латыши классные ребята, и они очень любят помогать. Но вот Словакии еще более классные ребята. Я не знаю, как это объяснить. Во-первых, здесь народ всегда готов тебе помочь. Как-то раз мы ехали с Дашей по велодорожке, она устала, остановилась, сразу же подъехало несколько человек, спросить, не случилось ли с ней чего-то. Я частенько встречаю, когда люди ломаются там на велике, сразу набирается толпа людей, которая помогает, там тебе обязательно всем помогут. Или, когда ты гуляешь, например, в том же Братиславском лесу, или вот в горах, короче, неважно, где бы ты ни гулял, люди, которые идут тебе навстречу, всегда, вот 99% людей здороваются. Это для меня просто невероятно необычно. Или, например, в подъезде. Естественно, меня никто здесь не знает, но все всегда здороваются. Если ты придерживаешь дверь, тебе всегда скажут спасибо. И это супер приятно. Кстати, если вы посмотрите другие каналы про Словакию, там тоже будет первый же плюс, это то, что Словакии супер добрые, общительные и готовы всегда помочь. К сожалению, я пока не так хорошо знаю язык, точнее, практически его не знаю, и поэтому не всегда удается пообщаться. Еще один момент, который заслуживает того, чтобы попасть в плюсы моего топа, это, конечно же, транспорт. Я помню Ригу. Я ждал троллейбус 40 минут. Ребята, я не знаю, насколько часто у вас это дерьмо, но единственный раз, когда я ездил на троллейбусе, отбил у меня вообще все желание пользоваться общественным транспортом. Здесь транспорт ходит минута в минуту. Я выставляю маршрут в гугле, чтобы мне прийти в 5 часов. Он мне пишет, там условно, в 4.23 ты должен быть на остановке. Реально в это время приезжает автобус. Я сажусь на него. Он едет точно по расписанию. И мы приезжаем ровно в то время, которое я задал в гугл-карту. А еще он тут, кстати, ходит по ночам. И это тоже невероятно. Вы можете уехать в тот же самый аэропорт Братиславы, просто на автобусе, вышел из дома, и ты всегда прибудешь вовремя. Неважно, какие пробки, автобус, каким-то невероятным вообще чудом, он все равно успевает. Я несколько раз попадал в пробки на автобусе, и мы ни разу не опоздали. Это что-то невероятное для меня. Ну и, конечно, сама система покупки билетов, она супер-френдли. Неважно, ты путешественник, или ты тут живешь долго, или живешь недавно. Во-первых, ты можешь купить практически, ну, на 95% остановок, есть автоматы, где ты можешь купить билет за мелочь. Но, так как я уже привык не таскать с собой вообще никакие деньги, кроме телефона, в котором, собственно, есть карточка, то мне достаточно неудобно пользоваться этими автоматами. Но здесь есть приложение, где ты в один клик буквально можешь купить билет на любой автобус. Сама система транспортная очень прозрачная, очень простая и понятная. Ты просто покупаешь билет, он стоит там 80 центов. Ты можешь по этому билету ехать 30 минут и пересаживаться сколько угодно раз. В общем, все очень просто, все понятно, разберется любой дурак. Ну, еще один минус, на сегодня он будет последним. Это погода. Как я уже говорил в начале видео, мы находимся в Центральной Европе. И я бы сравнил здешнюю погоду, например, с Сочинской. Но есть одно очень сильное отличие. Здесь абсолютно сухая зима. У нас дожди бывают два раза в месяц максимум. Ну, типа, и то он пошел и перестал. Здесь сухая зима, много солнца, иногда дует, конечно, сильный ветер. Но здесь нет сугробов. Четыре раза за зиму был снегопад. Здесь нет бесконечных проливных дождей. И город не затапливается. Ты всегда ходишь в чистоте. Иногда бывает морозно, минус. Но в основном плюсовая температура. Это идеальная зима. Например, сегодня у нас была температура плюс... Да у нас в Новый год было плюс 16. Вообще о чем говорить? У нас снег идет примерно столько же, сколько в Сочи, но только в Сочи. Если вы бывали зимой в Сочи, там заливает. Сочи реально заливает. Там три дня херачит бесконечный просто ливень. Потом три дня солнышко. Здесь две недели солнце, один день ливень. Две недели солнце, то есть гораздо приятнее. Но, естественно, если вы хотите снега, пожалуйста, мы садимся, как я уже говорил, на машину. Едем буквально несколько часов. Попадаем в горный регион. И там вам будет вот так вот снега. Там будут и санки, и горы, и сноуборд, и вообще что захотите. Вы можете сами выбрать погоду, которая вам нравится. Надоело вам, чтобы все газоны в январе зеленые. Сел на машину, доехал до снегов. Надоело в снегу тусоваться, сел на машину, вернулся обратно. Вот у тебя зеленые газоны, ты как будто уже весной. В общем, погода здесь потрясающая. Ну что ж, вот такие плюсы я пока для себя нашел в Словакии. Может быть, у вас есть какие-то другие плюсы. Обязательно напишите их в комментариях. Скоро будет видео про минусы Словакии. В общем, если не подписаны все еще на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Мне будет приятно, YouTube будет приятно, всем будет приятно, и вам будет приятно. Скажите мне небольшое спасибо за информацию. Напишите комментарии, нравится ли вам контент или нет. Мне нужна, ребята, от вас обратная связь. Я буду очень-очень признателен. На этом я видео свое заканчиваю. Мы скоро с вами увидимся в новом видео. Так что не сильно прощаемся, но все-таки на сегодня прощаемся. Всем хорошего дня и пока-пока.